Здравствуйте, уважаемые коллеги! Чем вызвана актуальность тематики управления информационной безопасностью, управления системой защиты информации? Один из базовых документов в защите информации – это так называемое положение 93. Оно достаточно старое, 1993 года, принято еще Советом Министров Российской Федерации. Так вот, согласно положению 93, одним из главных направлений работ по защите информации является обеспечение эффективного управления системой защиты информации. Там присутствует несколько главных направлений, и практика жизни применения положения 93 показывает, что деятельность по управлению системой защиты информации является не просто главным направлением, но наиглавнейшим. Это смело можно утверждать. Без внятного управления таким сложным видом деятельности, как защита информации, все остальное, оно, по меньшей мере, неэффективно, а порой и бесполезно. Опять-таки, позволю процитировать, я не знаю, тут, наверное, видно, все-таки, надеюсь, позволю процитировать себе известные документы. В частности, 16-я статья Федерального закона 149 ФЗ гласит, что цельной защитой информации является обеспечение защиты от неправомерного доступа, ну, там, и так далее, соблюдение конфиденциальности информации и реализация прав на доступ к информации. То есть, тут классика, три аспекта информационной безопасности, обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности. Ну, и, чтобы совсем так понудничать, совсем мелким текстом, несколько терминов в контексте защиты информации. Значит, система управления — это систематизированный, строго определенный набор средств сбора сведений о подконтрольном объекте. Если мы говорим о системе защиты информации, то это сбор сведений о системе защиты информации. То есть, объектом управления в контексте информационной безопасности является система защиты информации. Причем система не в техническом смысле, хотел бы обратить внимание, а система как сложная организационно-техническая система, которая представляет собой совокупность органов или исполнителей, то есть людей, используемой ими техники защиты информации, а также самих объектов защиты, которые организованы и функционируют в соответствии с нормативной правовой базой и организованными распределительными документами, которые приняты в организации. То есть, с теми правилами, которые определяет безопасник и руководство организации. Субъектом управления в контексте безопасности информации является группа людей, коллектива, организации, которые уполномочены документами, которые имеют право и имеют возможность оказывать управляющие воздействия на систему защиты информации. Вот такой слайд я изобразил. Чем вызвана вот такая конфигурация? Да очень просто. Чем эффективнее работает специалист по защите информации, тем больше он мешает информатизатору. Вы отчетливо, наверное, понимаете, все с этим сталкиваются, что все мы работаем в условиях ограниченных ресурсов. Финансовых ресурсов, ресурсов времени, людских ресурсов. И существует достаточно острая конкуренция. То есть, все действуют в той или иной степени на пределе своих возможностей. И любая помеха, она воспринимается подчас негативно. Что греха таить, ну, мне трудно судить, кто-то из присутствующих наверняка есть, которые занимаются деятельностью в области именно службы защиты информации, организации. И наверняка можно подтвердить, что достаточно тяжело порой бывает обосновать необходимость подобной деятельности. Особенно в среде разработчиков информационных систем и пользователей, пожалуй. Очевидно, что любое средство защиты информации привносит дополнительные аспекты, которые мешают в той или иной степени разработке информационных систем и их эксплуатации. Все это порождает достаточно большое количество конфликтных ситуаций. И для того, чтобы их разрешить, для того, чтобы не поступиться принципами защиты информации, для того, чтобы не нарушить требования по защите информации, которые определяются нормативно-правовой базой и нашими документами в организации, нужно проявить определенную изворотливость, если угодно. То есть нужно проявить творческий подход, который требует существенной интеллектуальной нагрузки, требует каждодневного общения, ну, например, вот как у нас сейчас сегодня, который чрезвычайно полезен, иногда даже и приятен, всегда приятно обменяться своими мнениями с кем-то, но который, к сожалению, на практике очень тяжело достичь. Всего того, что в области защиты информации присутствует огромнейшее количество рутинных задач, каждодневных, нудных, утомительных и, честно говоря, не очень, как бы сказать, интеллектуальных. Ну, позволите перечислить типовые рутинные задачи, которые вызывают определенную зевоту, определенную скуку, если угодно. Ну, начнем сверху. Сбор и анализ данных о текучем состоянии защиты информации. Подготовка стандартных отчетов. То есть это обычная кропотливая бумажная работа. Хочется прискакать на белом коне с шашкой, всех порубать, сказать, как надо, выстроить систему защиты информации, но в жизни так не бывает. Все гораздо скучнее. Далее. Отслеживание контрольных сроков событий, исполнение поручений. Ну, я, честно говоря, первый раз столкнулся с вот такой вот фатальным количеством отчетности вовсе не в защите информации, а, как-то ни странно, в медицинском учреждении. Бедные врачи, вместо того, чтобы лечить, вынуждены заниматься такой сумасшедшей перепиской, что вы даже не поверите. Каждый день по несколько часов. У нас это не столь фатально, но, поверьте, бумаг запредельное количество порой бывает. Особенно отчетность перед вышестоящими организациями с контрольными сроками и, соответственно, с контролем исполнения поручений. Далее. Следующая рутинная задача – это повышение уровня осведомленности у полномоченных лиц и пользователей. Ну, опять-таки, если присутствующие здесь люди входят в состав служб защитной информации, то про пользователи анекдоты уже ходят. Что там хоть кол на голове тиши, что не говори. Все мало. Все нужно добавлять. Все нужно опять разъяснять. Повторно, повторно, повторно и повторно. Поэтому это важнейшая задача, которая отнимает уйму времени и без которой не справиться. Далее. Централизованное хранение и актуализация документов в области защиты информации. Каждый пользователь обрастает, и каждый сотрудник обрастает свои файловые маленькие помоечки на локальных дисках. И там начинаются опять-таки всякие чудеса, которые вызваны различными версиями актуальности документов и прочее. Ну и, наконец, аудит информационной безопасности. Выполнение рутинных задач, как я уже говорил, достаточно скучное занятие на первый взгляд. Да и на второй, пожалуй, тоже. Но, тем не менее, эти повторяющиеся операции подлежат автоматизации. То есть, если рассматривать деятельность безопасника как деятельность обычного сотрудника, то для специалиста по защите информации необходима специализированная автоматизированная система, которая позволит автоматизировать его деятельность и высвободить время на решение более творческих задач. Ну, цели автоматизации деятельности по защите информации на слайде приведены. Они достаточно очевидны и традиционны для любой автоматизированной системы управления в области деятельности человека. Основная цель – это выполнить больше задач при ограниченных ресурсах. При ограниченных ресурсах, прежде всего, в количестве людей, времени, ну и, наверное, как производные, финансовых тоже. Данный слайд, ну, тут, наверное, некоторые сомнения могли возникнуть, кто из них класс, кто из них порядок, поэтому я тут стрелочками подписал. Какую мысль хотелось довести? Подчас для решения задач защиты информации требуются чрезвычайно квалифицированные специалисты. Уже хотя бы в силу того, что они должны противостоять не менее квалифицированным специалистам по взлому информационных систем. К сожалению, мир все сложнее и сложнее, и найти необходимое количество квалифицированных специалистов крайне затруднительно. Это дорого, это охота за головами. И не каждая организация, далеко не каждая организация может себе позволить иметь квалифицированного безопасника, который обеспечивает защиту не только с документальной точки зрения, но и фактическую защиту информации от фактических нарушений информационной безопасности. Использование подходов по автоматизации деятельности способствует тому, что среднеподготовленный, условно назовем так, среднеподготовленный специалист, используя в своей деятельности средства автоматизации, упорядочивая свою деятельность, регламентируя ее и систематизируя, может противостоять пусть более классному оппоненту, пусть более продвинутому с точки зрения компетенции, но не используя какие-то организованные действия. Начнем со сбора данных. Традиционный сбор данных выглядит примерно следующим образом. Это большое количество опросных листов о состоянии системы, это большое количество документов с разнообразным количеством графов, это изучение должностных регламентов, инструкций, положений, то есть это работа аналитика. Сбор данных порождает вот такую ситуацию. Собрать данные можно, но что потом с этим ворохом бумаг, пусть даже в электронном виде делать? Либо утонуть, либо повеситься, одно из двух. Более того, в крупных организациях с развитой системой филиалов сбор документов в бумажном виде, да или даже по электронной переписке с использованием традиционных систем документа оборота может занимать, по моему опыту, до месяца, когда уже нужно повторно собирать данные, по сути. То есть, когда последняя, самая дальняя подвеностная организация или филиал предоставит данные, актуальность первых поступивших, она уже сомнительна. Для этого предлагается использовать автоматизированный сбор и обработку данных. Ну да, значит, маленький момент упустил. Значит, источником данных для анализа могут служить как люди, то есть персонал, безопасники подвеностных организаций, так и технические средства. В первом случае уместно говорить об автоматизированном сборе информации. Если мы используем технические средства, допустим, там, сканеры уязвимости, то можно говорить об автоматическом сборе информации. Так вот, автоматизированный сбор информации. Ну, собственно говоря, предлагается использовать интерфейс для заполнения анкеты опросных листов. Далее, система централизованного хранения, всей собранной информации с проверкой на корректность и актуальность. Ну, а также приложение, обеспечивающее анализ и формирование отчетных аналитических документов. То есть, первичный анализ, который позволяет отслеживать динамику изменения собранных параметров. Формирование каких-то интегральных показателей комплексных. Ну, и, соответственно, возможность посмотреть ретроспективу за счет, ну, скажем, вечного хранения, условно-вечного хранения данных. На данном слайде представлен интерфейс, пользовательский интерфейс на основе тонкого клиента, прототипа системы, которая в настоящий момент проходит апробацию, отработку в администрации Санкт-Петербурга. Как вы видите, достаточно спартанский интерфейс, но, тем не менее, краткая сестра таланта. Зато понятные и познаваемые. Использование автоматических средств. Так, тут где-нибудь у нас подсветка есть, лазерная. Лазерной указки нет, да? Ну, ладно. В данном случае указан сканер уязвимости, хотя здесь могут быть самые разнообразные источники данных, как и средства анализа защищенности, средства анализа лог-файлов, ну, и так далее. По полученным данным формируется отчет по результатам сканирования. Далее в информационной системе производится анализ отчета. И самое интересное, это автоматическая постановка задач уполномоченным лицам на устранение уязвимости. Далее уязвимости, ну, предполагается, что должны быть устранены с отметкой выполнения. И в дальнейшем последующий запуск средства, предоставляющие исходные данные для подтверждения того, что уязвимости устранены не только со слов или с доклада безопасника, но и фактические. То есть, фактическое подтверждение устранения. Ну, пример отчета, опять-таки, представлен на этом слайде. Может быть, он не очень хорошо виден. Он намеренно вот таким вот образом был изображен. То есть, формируется в стандартном формате документы для отчетности перед вышестоящими организациями по вопросам защиты информации. Следующая рутинная задача это контроль сроков событий и исполнение поручений. Опять-таки, какие события у нас срочные? Ну, их масса на самом деле. Это сроки окончания лицензии организации, которые занимаются вопросами защиты информации, ну, скажем, подрядных организаций. Сроки действия сертификатов на средства защиты информации, сроки действия аттестатов соответствия, сроки повышения квалификации специалистов по защите информации безопасников. Все вы прекрасно знаете, что если человек не развивается, то он идет вниз, спускается по ступенькам вниз. Далее, сроки контрольных мероприятий аудита. Причем, контрольные мероприятия здесь имеются в виду не только контролирующих организаций, но и аудита внутреннего собственного, периодического. В частности, контроль защищенности должен проводиться не менее двух раз в год. Сроки исполнения поручений, ну, а также ряд других контрольных точек, которых великое множество. Каждый из вас, я думаю, что знает об этом. Ну вот, например, здесь я еще выписывал сроки выполнения мероприятий годового плана по защите информации. Каким образом эту задачу можно реализовать и решить средством автоматизации? опять-таки источник объектов, имеющих срок годности, то есть занесение информации в систему централизованного хранения и на основе этой информации формирование задач и уведомлений для пользователей. Собственно говоря, наверняка некоторые из вас задумываются о том, что подобные задачи уже давным-давно решены средствами, ну, скажем, планировщиками стандартными или системами электронного документа оборота. Но, к сожалению, стандартные средства в данном случае не подходят по каким соображениям. Но, прежде всего, надо иметь в виду, что сведения о системе защиты информации имеют примерно тот же уровень конфиденциальности, не примерно, а точно тот же уровень конфиденциальности, что и самозащищаемая информация. То есть любые сведения о системе защиты информации это информация ограниченного доступа. Используя средства стандартные, не имеющие, ну, скажем, сертификата на отсутствие недекларированных возможностей, нам уже сомнительно целесообразность их использования. Это уже определенные риски. Кроме того, в большинстве случаев подобные системы избыточны и требуют дополнительной адаптации под специфику задач защиты информации. То есть в любом случае необходима определенная их доработка. Далее. Подготовка документов. Здесь существует целый ряд проблем. Это прежде всего наличие нормативных документов в самых разных местах, на самых различных информационных ресурсах. Это информационно-правовые системы типа кодекс, гарант и прочее. Это различные так называемые файловые помойки. Это блоги известных защитников информации, которые публикуют порой даже проекты документов. Это откровенно подставные сайты, которые в интернете в достаточном количестве присутствуют. Поэтому найти версию документа аутентичному, тому, что принят на законодательном уровне, порой бывает сложно. Кроме того, следует отметить, что часть документов имеет отметку ограниченного доступа, что также не способствует его распространению по сетям общего доступа. Далее версионность документов. Каждый документ имеет срок жизни, каждый документ требует актуализации. Поэтому подчас под одним и тем же номинованием, под одними и тем же реквизитами встречаются документы разных версий. Соответственно, разного содержания. Разобраться в этом достаточно сложно. Далее, доведение документов до исполнителей, контроль их и понимание исполнителем. Каждый документ читается разным исполнителем и каждый видит в этом документе что-то свое, в зависимости от своей компетенции, в зависимости от своего жизненного опыта. Более того, все мы привыкли, общаясь в неформальной обстановке упрощать свой язык, не следовать сложным словесным конструкциям, а использовать жорганизм и сленг, что также искажает первоначальный смысл. Поэтому на практике неоднократно приходится сталкиваться с тем, что один и тот же документ воспринимается конечным исполнителем абсолютно неадекватно. Далее, целый пласт документов, касающихся проектной конструкторской рабочей документации, которая расположена вообще по всему свету, по всей России. Это связано прежде всего с тем, что при создании информационных систем как правило эти работы выполняют не сам владелец, не сам император системы, а некая подрядная организация. Подрядная организация подчас неаккуратно относится к своим документам. И в случае отсутствия централизованного хранения, упорядоченного хранения документов, которые отражают проектные решения и решения по рабочему проектированию подчас заказчик остается у разбитого корыта без документированной системы, которую в дальнейшем развивать крайне затруднительно. Что с этим возможно сделать? Все нормативные документы хранить в одном месте. То есть создание базы данных документов с развитой поисковой системы. Далее доведение документов до исполнителей с контролем знаний, хотя бы пусть даже простейшим. Это в значительной степени повысит осведомленность конечных пользователей данных документов. Далее формирование электронного профиля информационной системы с прикрепленной к этому профилю документации. Предлагаемая система, которую мы сейчас на концептуальном уровне отрабатываем, данные функции исполняет. Очередная рутинная задача, требующая массу времени и кропотливой работы, это повышение осведомленности. Здесь целый ряд аспектов. Это информирование уполномоченных лиц об угрозах безопасности информации, информирование о правилах эксплуатации системы защиты информации, далее обучение и контроль знаний и своевременное информирование лиц ответственных заявлений и инцидентов. Собственно говоря, все эти позиции нам вменяет 17-й приказ СТЭК Россия. Что очень здраво. Ну и наконец заключительная рутинная задача, о которой хотелось бы сказать, это аудит, периодический аудит. Сюда мы можем отнести как оценку соответствия требованиям по информационной безопасности с точки зрения регуляторов, то есть это либо в форме сертификации, либо в форме аттестации, а также внутренние проверки информационных систем самим оператором. Предполагается формирование отчетных документов по результатам проведения аудита и осуществление контроля за устранением замечаний, то есть формирование годового плана по защите информации для организации, для подразделения с последующим устранением выявленных недостатков. На практике что у нас в городе существует? Это очень грубая оценка, но общую картину она иллюстрирует. Количество лиц, уполномоченных на принятие решения более 150. Это касается только органов власти, это касается только казенных подвинственных организаций. Если мы говорим о бюджетных организациях, то здесь счет идет на тысячи. количество информационных систем касательно государственных информационных систем порядка 200. Если мы будем рассматривать различные системы, в частности СПДН, типа бухгалтерских систем, кадровых, подвесных организаций, то здесь также счет пойдет на тысячи. Количество хостов. Самая грубая оценка более десяти тысяч. И вместе с тем время реакции на события информационной безопасности, на нарушение информационной безопасности менее одного часа. За час в противном случае могут много дров наломать. Как вы видите, это более чем нереально. По таким параметрам обеспечить управление информационной безопасностью. То есть без системы автоматизации организационной деятельности мы не видим дальнейшей жизни. Это невозможно. Итого система, которая предлагается с нашей точки зрения к реализации, а в данном зале к обсуждению, я надеюсь, решает все пять описанных задач в рамках одной системы. За рамками доклада остались задачи автоматизации таких более творческих процессов, как анализ угроз и уязвимости, оценка рисков, оценка эффективности системы защиты информации, анализ инцидентов и так далее. Это то, чему должен посвятить себя безопасник. Как раз с этим вопросом, которые остались за рамками доклада. Все остальное нужно автоматизировать. Это наша глубокая убежденность, это наше дальнейшее направление деятельности. заключительный слайд. Оставим время на творчество. Был бы рад услышать ваши комментарии или вопросы. Спасибо за внимание. Дело в том, что систему мы не можем предлагать, так как являемся органом государственной власти и не занимаемся коммерческой деятельностью. Мы не продаем эту систему, мы ее разрабатываем для себя. Но если вам интересна такая тематика, то мы готовы поделиться своим опытом и готовы обсудить данные вопросы и проблемы. Но мы не имеем права продавать эту систему. Вопрос не в платформе, поймите, вопрос не в способе реализации, вопрос в подходе. Да, конечно. правильно, но если пользоваться проблемой, то они подправляют новые опросники, новая точка входа. Есть единообразные вам, так называем, одного окна, чтобы человек не очень опытный по вопросам IT, по вопросам связанным обратиться. Так получается, ему нужно освоить несколько ходов, установить дополнительные полы на свою машину, лишние точки отказа. С конца начну. Лишних точек отказа здесь я не вижу. Их нет. Что вы имеете в виду под общей лишнюю точку отказа? Выход этой системы из строя возвращает нас к тому, в чем мы сейчас существуем. То есть мы уже тогда находимся в отказе. с точки зрения пользовательских интерфейсов опять-таки система предназначена не для пользователей в смысле пользователей информационной системы, а для пользователей безопасников. То есть это средство автоматизации деятельности специалистов по защите информации. заполнение опросных листов в настоящее время происходит вы не поверите на бумаге с пометкой для служебного пользования. Все шкафы забиты документацией, которые вручную мы это обязаны делать. У нас есть прямые указания, от которых невозможно отказаться. Я, наверное, задам самый насущный вопрос. Какая платформа, что с чем было интегрировано при реализации данной системы? Ну, архитектура самая традиционная. Это Java, это сервер приложений Tomcat, это сервер базы данных. Ну, данное выступление не носит рекламного характера, поэтому конкретных производителей я не знаю, насколько уместно называть, но я все-таки рискну. Конечно, конечно. Абсолютно верно. Ну, в данном случае мы интегрированы с MaxPatrol как сканером анализа защищенности, ну, наверное, присутствие здесь это очевидно. Пожалуйста. Я так полагаю, ну, видимо, все. Тогда спасибо за внимание. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...